Сегодня мы поговорим о различных добавках, которые используются для похудения. Это могут быть и фито-чаи, и какие-то порошки, таблетки, что же эффективно, а что не оказывает никакой пользы для нашего организма. Но если сразу говорить про фито-чаи для похудения, то, к сожалению, кроме мочегонного и слабительного эффекта, других эффектов они не принесут. Конечно, это поможет уменьшить какую-то отечность, но к избыточной массе тела и к самой причине возникновения избыточной массы тела это не имеет никакого отношения. Также есть широко распространенные добавки, например, добавки сибутрамина, которые угнетают центр голода, и за счет этого человек хочет меньше есть. Да, на какое-то время эти добавки будут эффективны, и действительно можно есть меньше, и за счет этого похудеть. Но, опять-таки, это никакого отношения не имеет к избыточной массе тела, к их причинам, и при отмене таких препаратов будет все равно возврат веса. Кроме этого, такие препараты имеют большое количество побочных эффектов, в частности, повышение артериального давления. Поэтому людям с повышенным давлением или с аритмиями такие препараты тем более не рекомендуется употреблять. Есть целая группа добавок, которые снижают всасывание жиров в кишечнике. Эти добавки также не имеет смысла принимать, потому что не жиры основные виновники набора нашего веса, если их употреблять в достаточном количестве, а не в избыточном. А именно углеводы приводят к набору веса. А вот если препятствовать всасыванию жиров, то это будет способствовать тому, что и жирорастворимые витамины всасываться не будут. А к жирорастворимым витаминам, например, относятся такие витамины, как витамин D, витамин K2, которые очень сильно влияют на как раз развитие инсулинно-резистентности, то есть нарушенного углеводного обмена. Что же имеет смысл принимать из добавок? Хорошо, когда мы улучшаем работу наших митохондрий. Митохондрии – это энергетические станции наших клеток, и для того, чтобы они работали лучше, для того, чтобы в них глюкоза и жир превращались в энергию, их нужно заставлять активно работать. Для этого нам понадобится L-карнитин, кэнзим Q10 и магний. А если мы еще возьмем магний в форме молата, то есть соединенного с янтарной кислотой, то янтарная кислота как раз будет способствовать тому, что глюкоза будет превращаться в энергию. И этот комплекс хорошо принимать утром и в первой половине дня. После обеда и особенно вечером такие препараты лучше не принимать, потому что они могут бодрить, и люди, которые страдают бессонницей, могут от этого не уснуть. И плюс утром мы больше двигаемся, больше двигаемся в течение дня, и эти добавки будут помогать нам улучшать сгорание жиров и углеводов.